2020 войдет в историю как год всемирной пандемии коронавируса. Она повлияла на медицину каждого государства, каждого отдельного региона. В Алтайском крае эпидемия указала на слабые стороны здравоохранения, но также задала вектор в развитии сферы. Это серьезный вызов для системы. Более того, ни медицинское сообщество, ни научное сообщество никогда не сталкивались с этой инфекцией. Поэтому все решения и лечебные, и тактики диагностики, они все принимались по ходу. Это, конечно, вызов и стресс для системы серьезный. В переполненной поликлинике резкий всплеск вызова в скорой помощи больше 200 за сутки. За эту осень одних только пациентов с диагнозом вирусная пневмония выявили в 10 раз больше, чем в прошлые годы. С такой нагрузкой медицина края столкнулась впервые. В итоге для лечения больных моноинфекцией в срочном порядке перевели 30% всего коечного фонда региона. Медицинский персонал тоже заболел. Не имея иммунитета, не имея прививок на тот момент, вакцинации. Это, опять-таки, потребление, которое возникло как заболеваемость. Это и скорая помощь, это и поликлиники. Все это, конечно, та нагрузка, с которой система очень сложно справилась. В Минздраве признают, что во многом из-за коронавируса в октябре-ноябре этого года резко выросла смертность населения. Впрочем, уже в декабре, говорит руководитель ведомства, ситуация начала выравниваться. Во многом это стало возможным благодаря решению по перепрофилированию отрасли и другим неотложным мерам. Мы в 7 утра сели и в 7 утра выпали из этой машины. Уже очевидно, что многие преобразования этого года будут продолжены в следующем. В частности, до конца 2020-го в Крае планируют создать единый колл-центр. Здесь будут принимать звонки от пациентов и в зависимости от ситуации предлагать им тот или иной план действий для улучшения состояния. Особый упор будет сделан на усиление первичного звена в здравоохранении, увеличат число терапевтов и нарастят инфраструктуру. В общей сложности на эти цели выделят порядка полутора миллиардов рублей. Четыре дня врача не вызвать, скоро не приезжают. Голова кружится и до сижу, не до сижу. Также с 2021 года продолжат развитие ключевых направлений медицины. На борьбу с онкологией, болезнями системы кровообращения и службы оказания помощи детям в ближайшие четыре года направят 8,5 миллиардов рублей. Здоровье будущего поколения – абсолютный приоритет государства, подчеркивают в Минздраве региона. И особая роль в этом плане отведена службе родовспоможения. 17 тысяч новых жизней и разных судеб. В 2020-м это стало возможным не без участия сотрудников главного учреждения родовспоможения края – перинатального центра ДАР. Здесь даже в непростое время оборотов не сбавили. Учреждение не просто сработало в плане, как мы планировали, по количеству родов и по количеству пролеченных, больных. Мы даже немножечко опередили свои планы, потому что вы знаете, что часть родильных домов, в том числе и в Рубцовске, и в Заринске, были переориентированы на инфекционные госпитали. Потоки этих пациентов были забраны на нас. Перевыполняя планы, нередко отчаянно боролись за жизни. Так медики ДАРа выходили почти всех недоношенных деток. А их в стенах учреждения в 2020-м на свет появилось порядка 560, в том числе 54 с экстремально низкой массой тела. Какой меня сдумали? Скажи, потому что я еще не могу сам сосать. Недоношенные дети – следствие преждевременных родов – самые актуальные проблемы для акушеров всего мира. Только в Алтайском крае раньше срока ежегодно рождается порядка 7% младенцев. Врачи ДАРа помогают им появиться на свет, выхаживают и в стационаре, а также оказывают поддержку их родителям. В этом году для мам недоношенных детей в центре открыли специальную школу. И другой рукой вы зачерпываете водичку и окупываете малыша водой, обязательно моете головочку. Женщины не только учат обращаться с малышами в быту, но и оказывают психологическую поддержку. Нас подбодрили, что я не такая первая, что такие малыши есть. Показали, как ухаживать, как менять памперсы, как кормить и перекладывать с одного бочок на другой бочок. Для женщин с высоким риском преждевременных родов в центре в этом году начал работу кабинет по невынашиванию. Пока в этом отделении работают только с беременными, но в дальнейшем будут проводить предродовые наблюдения и консультации. Ведь это самый эффективный способ предупредить и устранить проблемы, которые могут возникнуть во время беременности. Эти женщинам дается направление, это консультации бесплатные. Во время беременности составляется план, либо идет профилактическая направленность лечения, либо уже если выявляются во время беременности непосредственно изменения, то уже лечебные мероприятия. Еще одно достижение – открытие отделения неонатальной хирургии. Здесь младенцам с пороками развития проводят спасательные операции в первые дни, а то и часы их жизни. И вот на сегодняшний день проведено более 20 операций. Причем это же не простые операции. Вот так вот получилось, что первый ребенок, которого мы прооперировали, весил всего 580 грамм. Мы ее оперировали трижды. На сегодняшний день это великолепная девочка. Она, собственно говоря, ничем не отличается от своих сверстников. К слову, скрининг, то есть комплексное обследование на генетические или врожденные патологии, всем беременным краем проводят исключительно в Даре. Ежегодно, еще на этапе внутриутробного развития, высококвалифицированные диагносты центра выявляют порядка 800 патологий. Половину из них уже после рождения детей врачи успешно и щадящими методами навсегда устраняют. В этом году серьезная медицинская помощь еще на этапе беременности была оказана 6,5 тысячам женщин. С 2020 года жительницы отдаленных районов края также могут получить онлайн-консультацию в режиме врач-пациент. Что касается оказания экстренной помощи роженицам из периферии, то в этом году акушерские бригады Дара совершили порядка 380 выездов, каждый из них со счастливым финалом. Больше 2,5 тысяч малышей, из них 35 двоин, впервые увидели мир в стенах Барнаульского роддома номер 2 в этом году. Старейшее в краевой столице учреждение родовспоможения, опираясь на классические и используя передовые акушерские технологии, в сложной 2020-й развивалось и совершенствовалось. Так, около месяца назад в учреждении появился новый наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса. Новая аппаратура со стопроцентной точностью определяет состав дыхательной смеси пациента. Анестезиологи видят, сколько в ней кислорода, углекислого газа и закиси азота, то есть обезболивающего. И что более важно, это содержание основного наркозного вещества – севорана. Благодаря этому приборчику мы знаем, на каком уровне анестезия и как побыстрее из нее выйти. Это облегчает нам работу и, соответственно, женщины легче выходят из анестезии. По словам врачей роддома, не больше 45% родов проходят без осложнений. Остальные случаи требуют и высокочувствительной аппаратуры, и квалифицированной помощи со стороны персонала, который ведет своих пациенток к счастливому моменту, начиная с этапа подготовки к беременности. В структуру роддома входит женская консультация и отделение гинекологии, где будущей маме помогают подготовиться к зачатию и вынашиванию ребенка. Проблемы есть и соматического здоровья, проблемы есть и акушерско-гинекологического плана. Поэтому мы работаем в связи с консультациями вместе в одной связке. Потому что, начиная наблюдать с самых-самых ранних сроков, мы профилактируем те осложнения и предупреждаем те осложнения, которые могут быть. И поэтому женщины идут уже совершенно уверенные в том, что они не останутся без помощи, без поддержки, без внимания. В этом году специалисты роддома развивали эндоскопические технологии, то есть методики, нацеленные на восстановление репродуктивного здоровья женщин. И многие из пациенток, долгое время имевшие диагноз бесплодие, в итоге смогли испытать на себе радость материнства. Особый упор в этом году был сделан также на внедрение цифровых технологий. Второй роддом полностью перешел на электронный документооборот и электронную историю болезни пациенток. Уверена, заявила о себе учреждение в социальных сетях. Так, только в Инстаграм у роддома больше 8 тысяч подписчиц. Они могут в режиме онлайн проконсультироваться со специалистами по любым вопросам, связанным с подготовкой к родам. Мы провели конкурс к Дню мамы. Что значит быть мамой? В нем участвовало 4000 женщин города Барнаула. Они выбирали лучшее фото мамы с новорожденным ребенком. Это как бы дальнейшая связь нашего родильного дома с теми пациентами, которые у нас уже были. Это очень интересная работа и очень нужная. Я считаю, в условиях пандемии возможность контактировать с пациентками в сети онлайн. Синтез классических и современных методик работы и технологий, индивидуальный подход к ведению беременности и родом, уважительное отношение ко всем пациенткам – все это учреждению с 80-летней историей позволяет оставаться одним из самых востребованных роддомов в регионе не только среди жительниц Барнаула, но и других районов края. Именно медики стали главными героями уходящего 2020-го, независимо от направления, в котором они трудятся. Ведь пока одни, подвергая риску собственную жизнь, боролись за жизнь пациентов в красной зоне, другие приняли на себя двойную нагрузку за тех, кто ушел в ковидные госпитали. Я хотел бы сегодня сказать слова благодарности всему медицинскому персоналу Алтайского края за то выдержку, терпение, за те знания и умения, которые вы сегодня продемонстрировали, спасая жизни. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Берегите себя, берегите своих родных и близких, здоровья вам, и чтобы все самые смелые ваши надежды и мечты сбывались. С Новым годом!